22 ноября. 16.16. Трое подростков входит в здание. Не к себе домой. Просто погреться и позалипать в телефонах. Следом через минуту зайдет мужчина. Мазнет взглядом, пройдет мимо. Как и этот мужчина. Будто коридор равнодушия. 16.19. Школьники усядутся на ступеньки. Но жильцы продолжат обходить их стороной. Вот и еще двое. 16.24. Четыре минуты они будут хаотично перемещаться в пространстве, выбегая и снова вбегая в кадр, пританцовывая и пиная друг друга. 16.28. Вернутся на ступеньки. 16.30. Час пик. За несколько минут мимо пройдут еще трое. 16.33. Женщина забирает коляску, даже не понимая, как ей повезло в этот момент. За следующие 15 минут равнодушно пройдут 8 человек. 16.55. Первое обращение к подросткам. Вот эта женщина, позже соседи подтвердят, это был именно ее совет, предложит пацанам не сидеть на холодном полу. Мол, автокресло и коляски же рядом. Двое последуют совету сразу, третий присоединится через минуту. Посидит в одной коляске, попрыгает во второй. 16.59. Поменяется местами с приятелем. В этот момент вернется женщина. Забрала второго ребенка из сада. Единственная из 18 взрослых. Все не пройдут мимо за эти 40 с небольшим минут. Кто сделает мальчишкам замечание? Я спросила, зачем ты сел в кресло? Он ответил, нам разрешили. Разрешил парикмахер. Я спросила, вы откуда? Парень ответил, что я здесь живу на втором этаже. Два других парня сказали, что мы не отсюда. Уходя, я сказала, что это вещь, и она может сломаться. 17.01. Пацаны, демонстративно реагируя на замечания, дважды черкнут зажигалкой, думают на пламя и убегут. А дальше трагическое и жуткое стечение обстоятельств. Только за подростками закроется дверь, пламя будто спрячется в коляску. В это же мгновение мужчина появится в коридоре, но он не заметит тонкую струйку дыма. Огонь, набирая мощь, вырвется из коляски за его спиной. 17.02. Какой-то мальчик зайдет в дверь и тут же выбежит. Пламя начнет перекидываться на стенды с них, на провода. Две минуты. Дымом заполняется все фойе. 17.04. Выбегает человек. Серый экран, камера, провода выгорели. Отключается. Мы поднялись на этаж. Прошло буквально полторы-две минуты и сработала пожарная сигнализация. Дежурная служба МЧС. Чего вам помочь? Сработка молнии. Белыныч, улица Калинина, 1. Общежитие. Я спустилась на лестничную площадку и увидела задымление. Вернулась за детьми и вместе двинулись ко второму выходу запасному. Моя дочь позвонила буквально за две минуты, наверное, до пожара. Говорит, мама, сработала сигнализация. Я говорю, доченька, выбегай. И она выбежала. Я сразу буквально-то, наверное, 30 секунд прошла, я ей снова набираю, она уже не подняла телефон. И в итоге вот здесь она где-то лежала. Вот из этих дверей выбежит 11-летняя девочка. Под потолком провода, которые почему-то вдруг рухнут на нее. Она запутается и больше не сможет подняться. На крики ребенка бросился сосед. Однако девочку в густом дыму он найти не смог и сам потерял сознание. Мужчина переведен из реанимации в ожоговое отделение больницы. Когда ее вывели, отсюда вынесли, ее посадили здесь на ступеньки. И я поворачиваюсь, вижу, моя дочь сидит. Я просто ее обняла, просто умоляю. Говорю, доченька, дыши. Просто дыши. Просто, говорю, умоляю. Говорю, дыши. Я говорю, ты дышишь? Она глазками моргает, что да, ну, дышь. Скорая, она была в сознании. То есть, говорить она уже ничего не могла, но она глазками показывала о том, что она дышит. Но уже когда привезли в больницу, ее ввели уже в кому. Потому что такую боль, я не знаю просто, как она даже просто терпела это все. Она еще как-то пыталась держаться, я не знаю. Экстренная госпитализация в местную больницу, 70 процентов ожогов тела и ни одного шанса на жизнь. Отправились с Минска врачей и на свой страх и риск. Мы согласились, что моего ребенка собрали на Минск, чтобы ее просто спасли. Было порвано легкое. Ставили дренаж. Но, слава богу, легкое расправилось, легкое пришло в норму. Вот. Ну, а все остальное, все полностью. И лицо, голова, руки, ножки, полностью спина, все полностью, все тело у него ожог. Плюс ручки. Мы остались инвалидами. Сейчас за жизнь девочки борются лучшие врачи столицы. Но даже они не могут дать матери никаких гарантий. У нее очень сильно брались руки. Очень сильно. У нее нету кровотока в пальчиках. Поэтому не нужна была ампутация пальчиков. В двух руках всех пальчиков. И только вот мой ребенок, если выжить, будет и дворитом. Дочка, она очень красиво рисовала. Ее лишили всего. Ее лишили жизнь. Полноценная, нормальная жизнь. Она больше никогда не нарисует рисунок. Не возьмет маму за руку. Не примерит. В будущем обручальное кольцо. Девочка в реанимации. Последние три недели. Впереди операция по пересадке кожи. Если она победит смерть, в которую до последнего отказываются верить. Папа с мамой. Ждите, ждите, ждите. Это все, что нам говорят. Конкретных прогнозов ничего нет. Там сейчас находится мой бывший муж. Он сейчас там. Я вчера оттуда только приехала. То есть, ну и вот так вот мы периодичности. Где-то на работу выйду, где-то туда выезжаю. И вот так вот мы сейчас. И живем, и не живем. Страшно еще и от того, что мальчишка, так лихо отчеркнувший зажигалкой, лишь на год старше пострадавшей девочки. Подросткам 12, 13 и 14 лет. И это ведь уже не первый раз, когда он попадается на глаза милиции. Несовершеннолетний, который поджег коляску детскую, уже состоял на учете в инспекции по дивану несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства, а также за мелкую кражу в магазине. На протяжении одного года, незадолго до совершения им поджога, он был снят с учета. Зря, наверное. Разговоры про по Маяковскому, что хорошо такое, а что плохо, ему все больше были по боку. Останавливаться на достигнутом он не собирался. Потому и меры радикальные. Данный мальчик у нас обучался с первокласса. Часто поступали жалобы от учителей по поводу поведения на уроках, на переменах. Играл в телефоны, огрязался как с учителями, так и с одноклассниками. Были случаи, замечены с электронной сигаретой был. Также состоял в социально опасном положении. Отчислили 24 ноября. То есть он на данный момент обучается в Искорской базовой школе для Белынического арена. Решили, что ему там будет лучше, будет под присмотром. Там проживает его бабушка и рядом тетя живет. И это еще одна трагедия. Его мама рано умерла. Отец – дальнобойщик. Мальчишка сам по себе, воспитанный улицей. Агрессия и защита, и чтобы себя показать. Он и показал. Детская шалость. Но шалость ли, сломавшая сразу несколько жизней? Мой ребенок, единственная моя дочь, из-за какой-то детской шалости, из-за каких-то непонятно кого, мой ребенок, который ничего в этой жизни плохого не сделал, она пострадала. За что? За то, что кто-то решил побаловаться коляске поджечь. Я хочу всех троих, чтобы их как-то наказали по закону. Потому что, ну, они сейчас ходят, у них и ручки, и все, они здоровы. А мой ребенок лежит, и я не знаю, что с ним будет.